В коллективном саду «Железнодорожник», распластавшимся под нижним городом Тагилом, в пригородном районе, под Тагилье, 66-летний пенсионер, работающий охранником в психушке Юрий Степанов, построил дом на двух соснах на высоте 18 метров. Но есть небольшая проблемка. Сосны растут на соседнем участке, и соседей, семью Чукановых, этот чужой висячий домишко напрягает. Общались с лесником, он сказал, что в течение года эти сосны вымрут, то есть они будут ломкими, и от любого ветра там или ураганного какого-то, ну от урагана, они могут сломаться, и дом этот упадет. И упадет, может он не на нас упасть, может он на соседей упасть, на провода упасть. Любой момент. Очень вам страшно, да? Да, нам страшно, очень. Кто-то восхищенного запи... О, дедок Малора! В 66 лет у него детство в попе заиграло, и он как пацан построил себе штаб. Кто-то парирует. Гнездо! Ну, друзья, это же реальный штаб. Дети смартфонного поколения наверняка даже не понимают, о чем речь, но мы в детстве строили подобные штуки. Не такие высокие, не такие капитальные, но что-то в том же духе. Про пенсионера Юрия Степанова можно сказать, что он реально впал в детство. По своему участку он, как годовалый малец, гуляет голым, чем шокирует и стар, и млад. Себя-то не жалко, нет? Подожди, штаны сниму. Снимай. Штаны подожди. Давай, снимай, а что там смотреть-то? Этот садовый участок с соснами находится в собственности семьи Чукановых уже 10 лет. В принципе, сосед Степанов несколько лет к ряду жаловался, что хвоя и шишки, летящие на его участок от соседей, его поднапрягают. Типа, это мусор, неплохо бы веточки спилить. Но всегда это только разговорами и заканчивалось. Этим летом Чукановы на 10 дней уехали в отпуск, вернулись. Ба! А сосны лысые, на их участке огромная куча веток, а на деревах дом. Не, ну если формально, эта воздушная часть пространства не является собственностью Чукановых, ибо атмосфера общая. Но сосны-то растут на их участке. Дом на соснах, значит чужой дом на их собственности. Обратились к нему, то есть сказали, что что ты делаешь. Он на это ответил, что ваша собственность это ваши трусы. Юрий Степанов провел в свой воздушный замок электричества и готов принимать гостей, вплоть до президента России. Ну а что, Нижний Тагил любим Владимиром Путиным. Он сказал, что он будет любоваться видами, как на Эфилевой башне, любуются видами. И он будет тоже любоваться видами. Потому что, значит, дом находится в воздухе, и он не затрагивает наши интересы, не нарушает наши интересы. И что нельзя замахиваться на святое, потому что приедет Путин. Это его слова. Недовольные висячим домом Чукановы обратились к участковому. Тот состава уголовного преступления, по статье самоуправства не нашел, но возбудился по административке, по 19.1 КОАП, самоуправство. Усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.1. Вот, значит, слушание состоится 4 сентября. Помимо этого, заседание суда по самоуправству будет еще суд. Чукановы намерены подать гражданский иск в суд пригородного района. Заявление уже написано. И это единственно верный путь. Не конфликтовать с соседом на топорах и виллах, а решить вопрос цивилизованно. Ну, собственно, участка. Единственный путь в данной ситуации – это обратиться в суд, поскольку данный спор имеет ярко выраженное имущественное правоотношение, имущественный спор. Соответственно, лишь судебная станция может разрешить эту ситуацию.